Как всегда, на повестке оперативного совещания значились самые актуальные темы жизнедеятельности муниципалитета. Одной из первых с докладом о ситуации с коронавирусом выступила заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина. Количество выявленных новых случаев по нашему округу составило 2810 человек. Всего с начала пандемии у нас уже зараженных более 35 тысяч. Количество выздоровеющих пациентов за прошедшую неделю увеличилось на 1085 человек и составило 27 046 человек всего. Также острая тема последнего времени – уборка снега на дорогах и во дворах домов. На прошедшей неделе коммунальщики работали в усиленном режиме, включая выходные дни. Несмотря на то, что выпадает огромное количество осадков и заболеваемость среди коллектива, тем не менее ситуация, я считаю, находится под контролем. Огромное спасибо хочу выразить и славу благодарности управляющим компаниям, которые с пониманием относятся в комплексе работы, в том числе нашему, по КЖКХ и другие компании. Школы муниципалитетов в полном объеме возвращаются на очный формат обучения. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в установленный срок должны пройти важные мероприятия в системе образования. 9 февраля мы проводим итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов. Это их допуск к основному государственному экзамену. В этом тестировании у нас примет участие 2133 человека. О работе Центра госуслуг «Мои документы» и его дополнительных офисах рассказал директор учреждения Николай Бондаренко. Работаем по предварительной записи с исключением офиса в Лопатина. Его оставили на обычном режиме работы для того, чтобы жители, у кого нет возможности записаться, и срочно нужно получить услуги, могли обратиться туда. И в колл-центре правительства Московской области нашими операторами за неделю обработано около 5000 звонков в основном тематикой медицинской. На прошедшей неделе Советом депутатов были приняты изменения в бюджет округа. Благодаря этому на развитие муниципалитета будут направлены дополнительные средства. Там несколько направлений. Каждый по своей линии должен однозначно брать это и благоустройство, это и создание мест в детских дошкольных учреждениях, там, будем считать, целая войсковая операция, это и обновление подвижного состава по линии Дорсервис, и практически по каждому заместителю, я могу это говорить, однозначно совершенно нужно брать в работу, ничего не затягивать, объявлять конкурсы, если это нужно. В целом работа по управлению округом проходит в штатном режиме. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.